У нас есть звоночек уже от благодарных слушателей. Итак, пишет нам Ольга Тюлина из Чикаго, которая нас сейчас слушает. Она задает вам вопрос прямой. Скажите, пожалуйста, у меня есть мама, у которой есть опасения по поводу рака. Мы в Белоруссии делали анализы и сказали, что все в порядке. Сделали анализы в Америке пару дней назад и врачи посоветовали химиотерапию. Мы не понимаем, ошибка ли это врачей или какая-то ситуация со здоровьем. Подскажите, пожалуйста, что говорят карты. Я хочу сказать, что такие гадания это очень тяжелые гадания. Значит, смотрите, что у нас выпадает. У нас выпадает не очень хороший набор карт. У нас выпадает император, башня, отшельник, луна и дьявол. Вот эта комбинация карт, у нее есть одно из значений – рак. Я не буду говорить, что да, это однозначно рак. Я скажу иначе. Карты тяжелые и напряженные. Я бы не оставил их без внимания. Это не такие карты, которые позволяют пренебречь своим здоровьем, не обращать на него внимания и думать, что все в порядке. Не все в порядке. Может быть, это не рак, но не менее тяжелая или сложная болезнь. Но то, что не все хорошо со здоровьем – это совершенно однозначно. Понятно. То есть, нужно проверяться, нужно все делать. Тут надо всегда помнить, есть возможность ошибки. Насколько бы ты ни был хорош, насколько бы ты ни был чудесен, всегда можно ошибиться. Поэтому я никогда не говорю 100% да или 100% нет. Но это же карты сказали, это же не вы сказали, а карты. Даже в этом дело. Я-то их читаю, я их перевожу. Вы знаете, как переводить, да? То есть, ты чуть-чуть ошибся в нюансе, и уже ситуация совершенно по-другому. Не там поставил запятую, и по-другому ситуацию выглядели. Но я бы сказал, что ситуация более чем… Наслуживает внимания. Да, да. Ее нельзя оставить просто так, пренебречь и сказать, что это все ерунда, мы не обращаем на это все. Нет, это важно. Понятно. Хорошо. Спасибо вам огромное. Ну, а теперь еще раз давайте вернемся к семинару. У нас еще есть время, и я хочу опять же сказать нашим уважаемым радиослушателям. Слушайте нас. У нас очень интересная передача, захватывающая. И великолепный человек, причем действительно такой не из-подворотни. Действительно серьезный таролог, маг. Сергей Савченко на волнах радиостанции «Сангейс». Телефон прямого эфира 847-226-9956. Задавайте нам ваши вопросы, звоните и слушайте. Итак, Сергей, возвращаемся к семинару. И что же там вот было такого вкусного, интересного? Что вы для себя, может быть, почерпнули или сами что-то привнесли туда? Расскажите, пожалуйста, нам немножко, что там было? Ну, во-первых, отличная организация. Я должен поблагодарить организатора Алену Солодилову за просто великолепную организацию. Я был на нескольких таких фестах второшных в Москве. Удивительно, в Москве это похоже на детский сад. Любительская самодеятельность, как это ужасненько не звучит, но это именно так. Здесь все организовано было на высшем уровне. Технические, ну, все вот эти вопросы с техникой, со всем на свете были просто прекрасно решены. Конечно, очень интересно было послушать коллег, которые делились своим опытом, делились щедро. Никто не скрывал, а это моя тайна, это мое ноу-хау, я никому ничего не скажу. Нет, пожалуйста, ты задаешь вопросы, тебе рассказывают. И это, конечно, приятно, уважительное отношение, нет скандалов, нет там всяких таких неприятных моментов. Нет, все было очень-очень благородно и красиво. Это внешне такой момент. Ну, а сами по себе выступления, ну, как всегда, были те, которые мне были интересны очень, я с большим интересом их прослушал. Например, там выступление было, я, конечно, не все именно помню, Елизаветы Катаевой по Марсельскому Таро Александра Ходоровского, такой есть интересный автор. Это режиссер, если вы знаете, Ходоровский. Ну, конечно. Да, вот он занимается Таро, и у него семинары по Таро, он книги пишет по Таро, восстанавливал колодом. Интересный товарищ такой. Были тексты, с которыми я внутренне не согласен. Ну, естественно, что у меня свой взгляд на Таро человека свой, но это не значит, что они там плохие или еще какие-нибудь. Нет, это просто я вижу это дело по-другому. Было приятно повидаться с людьми, которых я знаю, там Юрий Хан, Алексей Пряников, такие вот тоже есть интересные авторологи. У которых свои школы, свои направления там. Ну, вот. Их всех можно найти в интернете. Были теоретические выступления, сложные, насыщенные. Были практические демонстрации, там, чтение раскладов, как вот их читать. Ну, то есть, это была хорошая, хорошая получительная конференция. И очень много мыслей она родила, я их все, конечно, позаписывал. Теперь их надо все обдумывать и превращать в статьи, в практически там какие-то решения и так далее. Еще вопрос. Да. Я опять к вам, как муха на мед. А вот, что бы карты мне посоветовали? Вот такой вопрос, да, момент такой, когда вот приходит человек и говорит, посоветуйте мне что-нибудь. Что карты бы мне посоветовали? Есть хороший вопрос, который я предлагаю на завершение гадания. То есть, когда мы закрываем гадание, я предлагаю человеку вопрос, что мне советуют боги. О, вот. О, вот тоже. Вы учтите только, что у богов может быть свое собственное мнение по поводу вашей ситуации, вас и всего остального прочего, которые очень по-своему могут на это посмотреть. Давайте посмотрим. Мы же предполагаем, понимаете, они же там располагаются. Мы, что мы? Ой, я вам расскажу смешную историю. Да, вот что советует боги. Так. Человек, у него там конфликтная ситуация и расклад такой, ты должен помириться, ты должен найти компромиссы, ты должен там как-то договориться, не надо бить себя кулаком в грудь. Ну, я все это рассказал, все, проходит несколько часов, приходит другой человек. Тот же вопрос. Да, я ему в рожу, раздави их как червяков. Я в шоке и в панике вообще. Ну, то есть, ситуация идентичная по большому счету. Начинают думать, в чем дело. И вдруг мне просто осенело. Я потом раскладываю карты так, ну, очень похоже на то. Представьте себе, дежурный, да, дежурный. Бог Венера. Естественно, она будет говорить, что надо со всеми договариваться, там, любить и все так. А потом ее сменяет Марс. Марс. Войны. Который говорит, дай им, надавай им, хоть раздави их. Кикету и раху такие, да. Да. В конкретных всех своих ипостасях. Поэтому иногда думаешь, может, подождать, пока там сменится дежурный. Понимаете, проблема в том, что мы не знаем, кто там сейчас заступил. Не, можно аж позвонить, узнать. А, ну, таки да. Кстати. То есть, каждый разруливает ситуацию своими путями, да? Так. Смотрите, что вам выпало. У вас выпали прекрасные, замечательные карты. У вас выпал дьявол. Мир. Так. Солнце. Так. Луна. Угу. И отшельник. Так. Первое. Вы не готовы к действиям. Прямо сегодня вы не готовы к действиям. То есть, вы больше сосредоточены на размышлении, на придумывании, на... Ну, то есть, не активное действие. И для них сегодня не пришло время. Это раз. Второе. Дьявол и луна – это отшельник у нас был. Угу. Дьявол и луна – это страхи. Угу. Я не знаю, чего вы боитесь. Боитесь ли вы? Понимаете ли вы, что вы боитесь чего-то и так далее? Но страх присутствует. Я знаю по себе. У меня был период, когда я ездил очень много. Просто вот каждую неделю я ездил в Москву. Ну, буквально каждую неделю. А потом я несколько лет никуда не ездил. И меня зовут там на очередной семинар как-то. И я вдруг понимаю, что я боюсь ехать. Я отвык. Я себе сказал. А я думал, что поехать, не поехать. Он там не совсем, по-моему, профильный был. Да я поеду теперь просто потому, что я поймал себя на этом страхе, чтобы его преодолеть. Ну, я, конечно, поехал. Все было хорошо. Но тем не менее. А знаете, у меня так тоже. Если вот у меня какой-то концерт, и я волнуюсь, не хочу на него идти, думаю, а, не надо. То есть я могу, какого-то другого артиста туда пошлю, не поеду, не буду. Обязательно проходит все классно. Как только я такой нагло самоуверенный, обязательно какая-нибудь ерунда случится. То есть вот, да, но страх это хорошо для меня в данном случае, как я так понимаю. Но самое главное, у нас мир и солнце. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Не волнуйся, не бойся, не напрягайся. Оно еще не созрело. Оно еще не перешло в фазу активных действий. Но оно к этому идет. Поэтому все будет хорошо. Спокойно. Жди, расслабься, все будет хорошо. Не суетись, не дернусь. Но подумай над своими страхами. Вот нечто, нечто. Знаете, как будто оно держит тебя за руку. Как будто под диваном раз за ногу тебя схватило и не пускает. Страшно заглянуть, что же там. Вы сейчас мне фобии навешаете. Помните, как швитая рука, должок. Должок, да. Ну вот, вообще карта хорошая. То есть не предпринимать активных действий сейчас. Готовится думать, преодолеть свой страх. То есть солнце, которое вытесняет дьявола и ум. То есть по течению уплыть, иными словами. Не грести сильно. Нет. Вообще не грести. Вообще безуслово убрать. Может быть так, да. Может быть так. Позволить ситуации сложиться. Вот это все так, как я ее вижу. То есть абсолютно вы подтвердили то, что вижу я. У меня хорошее такое чутье. И да, еще. Одно, наверное, но я правда не знаю, как оно такое бывает, не бывает. Мне вот интересно. Магические способности. Что про мои магические способности могут сказать карты? Или ты такое не спрашиваю эту карту? Молодая. Что вы можете сказать про мои музыкальные способности? А вы там что-то пытались напеть, да, такие вы слышите? Вы можете петь. То есть в караоке споете? Да я без нот даже спою. Я их все равно не знаю. Да, но споете у вас... Я бы, что бы не пел, у меня все равно марш получается. А, ну, марш отсюда. Марш получается. Ну, скажем так, вы бы взялись обучить меня на гитаре в три аккорда играть? Да. Это была бы проблема? Нет. Вот то же самое с магией. Это ремесло. Это ремесло. Ты учишься и работаешь. Ты прокачиваешь свою энергетику, ты изучаешь теорию, ты проходишь практические занятия. То же самое, что в институте. Я когда... Вот, есть у меня магические способности или нет? Есть люди, которые принципиально не умеют писать. У них там дислексия или как-то это называется. Есть люди, которые категорически не умеют водить автомобиль. У них там раздвоение всего на свете. Да? Сколько их? Единицы. Ну, реально, единицы. Все остальные чуть лучше, чуть хуже, чуть больше, чуть меньше. Они умеют это делать. Я возьмусь вас учить, и вы будете это делать. Все. Это не проблема. Я понял. Я просто немножко не только хотел спросить. То есть, я такое что умею. 20 лет тоже этим занимаюсь. Ну, каббалист. Я понимаю. Степень своего таланта. Я бы хотел посмотреть, что карты скажут по поводу степени моего таланта. Может, они скажут, слушай, какая магия, да? Но вроде как пока еще никто не жалуется. Знаете, в чем измеряется степень таланта? Нет. В попо-часах. О, это да. О, это да. Сто процентов. То есть, без железной задницы вообще тут нельзя в таких нюансах. Конечно. Но есть еще, знаете, как Соломону, как Давиду, да? По крое было дано. То есть, руку поднимал и все. Понимаете? Я вам еще раз скажу. Войну выигрывают не асы. Войну выигрывают середняки. Если ты стал крепким профессионалом в своем деле, этого уже вот так достаточно. То есть, какая разница там, большой талант, маленький талант. Я пашу как проклятый. Я эти карты, я из рук их с ним выпускаю. Ну, реально. Я живу с ними, сплю с ними, ем с ними. И я их знаю. Поэтому вы не можете их не знать. Технически чисто. Да. Вот здесь то же самое. Ты пашешь, у тебя получается. Ты не пашешь, сидишь в носу ковыряешься, козелки свои разглядываешь. Ну, и результат примерно такой же, как козелка. Ну, да. Все. Поэтому я вот про эти все там таланты, не таланты. Есть талантливые люди, у которых прет. Есть талантливые люди, у которых там озарение случается. Они делают прорывы там всякие. А есть крепкий середняк, крепкий ремесленник. И я считаю, что на уровень крепкого ремесленника может выйти практически любой разумный здравомыслящий человек. Можно сказать, а мне этого мало. Да ты на это выйдешь. Ну, я учился несколько делать некоторых вещей, да. Они у меня получаются хорошо. А я сейчас задумываюсь о большем. А там уже реально талант нужен. Там... Ерунда. Поверьте, ерунда. Это не талант. Это расчет, знание, опыт. И это все нарабатывается. Это все нарабатывается. Ну, опять же, магия хобби. То есть, чтобы вы понимали. То есть, это хобби. Я не зарабатываю этим. То есть, я там что-то научился какие-то вещи делать. Я такой доволен. Вот. А потом, вот я хочу больше, да. А что значит больше? Я хочу омладеть определенной методикой. Вот мне стало интересно, да. Ну, это одна задача, один подход. Вот я хочу научиться какую-то технику там выучить. У меня есть задача, я хочу ее решить. И мне, в общем-то, плевать, какой методикой я ее решил. Это уже совсем по-другому задача стоит, да. То есть, вот я привез из Питера хрустальный шар. Здоровенный. Я раньше, когда-то, много лет назад с ним работал. Потом я его подарил, у меня его не было. Теперь я привез. Я примерно знаю, как с ним работать. Ну, то есть, когда-то я с ним ходил. Я сейчас снова попробую. Но это хобби. Это развлечение для меня. Это не есть моя основная работа. А карта – это работа. А карта – это работа. То есть, я, кроме этого самого, привез еще там пяток, десяток книг по картам, которые я буду сидеть, изучать. Ну, вы правильно понимаете тему. Да, то есть, мы говорим об одном и том же. Вы правильно меня поняли. Да, абсолютно верно. То есть, это такой вопрос. Риторически скорее. Понятно. Хорошо. Вы мне на него ответили и без карт. Вот выучил пару тем, да, и шлюфую их. И все, пока сиди ровно. Окей, хорошо. Что ж, спасибо. Ну, и напоследок, я хочу у вас еще спросить, вот задать вам вопрос. Первое магическое действие, которое у вас получилось, и вы осознали, что это магия. Расскажите, пожалуйста. Я не помню. Это смешно звучит. Я не помню. А последнее магическое действие? Я начал магией заниматься, когда мне было 13 лет. Я просто не помню уже, что это было. Это было 40 лет назад. Ну, ладно. 40 лет назад. Я просто не помню. Хорошо. А последнее удачное магическое действие, которое действительно можно подвести по слову магия? У моего товарища есть друг. То есть, мы знакомы, но мы не друзья. А вот он там большой друг. Он был должен полтора миллиона долларов. Ему сказали, если он не нас, его убьют нахер. Ну, сумма такая, что можно двух убить за такую сумму. А за 20 копеек можно зарезать. Знаете, анекдот про школьников? Что ж ты, Родион, старуху, за 20 копеек. Да не скажи, 5 старух, уже рубчик. Уже рубчик, да. Так что ли? Уже рубчик. Так. Он обратился ко мне с просьбой, чтобы я помог ему сделать магию, чтобы он рассчитался с этим долгом. Я сказал, что это не в моих силах. Но я могу сделать так, что его не убьют. Так. Его не убили. Ну, серьезная магия. Он жив, да. То есть, у него есть проблемы, у него есть нервные там всякие разные штуки, ему пришлось продать машину, квартиру и все остальное, но он жив. Понятно. Ну, что ж... А вопрос там стоял буквально. То есть, или ты отдаешь, или мы тебя грухнем, спишем и забудем. Понятно. Ну, что ж, вот на этой веселой ноте мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Что ж, уважаемые дамы и господа, если у вас есть какие-то проблемы, вы долго не думайте, обращайся к Сергею Ставченко. Он поможет, судя по всему. Вот. Ну, если серьезно, телефон прямого эфира 800-722-2699-56. Если вы хотите с этим человеком встретиться, или получить у него какие-то консультации, или помощь, или просто задать ему какой-то вопрос, позвоните, пожалуйста, по телефону нашего прямого эфира, который работает, собственно говоря, не обязательно в прямой эфир, он работает всегда. Еще раз, 846-226-99-56. Звоните нам, пожалуйста, на радиостанцию «Сангейтс» и оставляйте свои комментарии, пожелания, вопросы или интересующие вас моменты. И мы обязательно передадим это все Сергею Савченко, торологу, человеку, который занимается профессионально предсказаниями и магией, который сегодня был у нас в эфире, один из самых, не побоюсь этого слова, сильных торологов и совсем не последних магов России, человек, который говорит правду. Это я могу, по крайней мере, сказать на основании личного своего опыта. Сергей, огромное вам спасибо. Вы очень мудрый и интересный человек. Мы будем с вами однозначно общаться. И нашим радиослушателям весьма интересны эти передачи. Огромное вам спасибо за уделенное нам время. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова